Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов применяли к задержанным запрещенные методы дознания и даже пытки. Такие варварские проявления Средневековья противоречат принципам любого прогрессивного общества. Они неприемлемы и для нас. Как только появились первые сообщения о подобных случаях, вновь было дано поручение тщательно расследовать их. Кроме того, в активную работу практически с первых дней включилась уполномоченный по правам человека. Группа правозащитников, члены Национального совета общественного доверия, беспрепятственно посещали изоляторы, знакомились с условиями содержания участников январских событий, рассматривали их жалобы. Омбудсмен, независимые общественные комиссии во главе с авторитетными юристами тесно взаимодействовали с органами прокуратуры, открыто выражали и отстаивали свои позиции. Такая работа показала транспарентность и демократичность следственного процесса, позволила каждому обращению, каждой жалобе подойти индивидуально. Как итог, удалось значительно снизить риски неправомерных приговоров. Подобная практика открытого сотрудничества гражданского общества и уполномоченных органов должна, на мой взгляд, прочно укорениться в нашей стране. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить общественников и юристов за активную позицию и профессионализм.